Дорогие друзья, сегодня хочу обсудить с вами вопрос организации работы скорой помощи. Недавно встреча стоялась в Саратовской городской станции скорой помощи. Мы говорили о проблемах и в том числе говорили, как мы их будем решать. Первая проблема – нехватка водителей решена. Сегодня вакансии нет. Во всяком случае, мне так доложили, руководство станции скорой помощи сказало, что после решения о повышении оплаты труда до 30 тысяч рублей, много водителей обратилось, сегодня полностью укомплектован штат. Вторая проблема, которую мы обсуждали – нехватка автомобилей. За прошедшие несколько недель мы нашли средства, это привлеченные источники, и вышли на закупку 24 автомобилей на базе «Газели» класса «Б». Все эти автомобили поступят в городскую станцию скорой помощи города Саратова, и потребность в автомобилях именно этой категории будет закрыта. Вы знаете, что в рамках федеральной помощи принято решение о выделении регионам Российской Федерации автомобилей класса «С». Это автомобили, имеющие больше оборудования, они укомплектованы современной техникой, на них работает бригада с обязательным участием врача, и оказывает помощь тяжелым больным, сердечно-сосудистых заболеваний, легочных заболеваний, и сейчас крайне важно, чтобы именно такие машины пришли к станции скорой помощи, не только города Саратова, но и Саратовской области. Вот такая работа проведена, со своей стороны обратился к заместителю председателя правительства Голиковой Татьяна Алексеевна, она оказала поддержку, сегодня 9 машин первых поступили, эти автомобили на базе «Форта Транзит» стоимостью свыше 7 миллионов, каждая машина, и в ближайшие дни они начнут работать, 5 из которых будет в Саратове, 2 автомобиля в Энгельсе, 1 автомобиль в Балакова и 1 автомобиль в Балашове. До 22 мая поступят еще 9 автомобилей, из них 4 начнут работать в Саратове, в Энгельсе 1 автомобиль, 2 в Балакова, 1 в Балашове и 1 в Вольске. Мы практически всю потребность закроем и автомобилями этого класса.